Страна у нас действительно большая, немало и народу в ней живет. Кто-то не видел Ягеля, а кто-то Молочая. Мы постараемся все показать, опять идем в поход. И снова едем в наш любимый Питер. Белые ночи там хотим мы посмотреть, а заодно хотим развод мостов увидеть. И вам все показать, и может песню спеть. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. И сегодня заключительный день нашего уикенда в Санкт-Петербурге. И мы сегодня вечером уезжаем на нашей любимой красной стреле в Москву. И находясь три дня в этом прекрасном отеле, я хочу немножко о нем рассказать. Это высококлассный отель Вавельберг. Новый, по сути дела, отель пятизвездный Санкт-Петербурга. Расположенный в самом начале Невского проспекта, в доме 7-9. И одной своей стороной он располагается вдоль Малой морской улицы. Вход в отель как раз и расположен на улу Малой морской и Невского проспекта. Этому зданию более ста лет. И запроектировано оно было известным российским архитектором Марианом Перетятковичем. В таком монументальном стиле, сочетающем модерн начала 20 века со средневековыми мотивами и русскими мотивами, характерными для построек города тех лет. Поэтому, обладая авторским своеобразием и неповторимостью, здание, с одной стороны, может у кого-то вызвать ассоциацию с дворцами венецианских дожей за счет вот этих арок темного цвета серого и за счет колонн. А с другой стороны, конечно же, очень точно и красиво вписывается в архитектурный ансамбль города Санкт-Петербурга. Это, как вы сами понимаете, очень престижное место города. Так как дом 7-9, а дома начинают отсчет, как вы знаете, от самого центра. То есть до первого совсем недалеко. И я еще вернусь к архитектору Перетятковичу. Вот именно за архитектуру этого здания, за проект. Ему присвоили звание академика архитектуры тогда еще. Раз это самый центр города, понимаете, прекрасно, что оно никогда не пустовало. Здесь всегда были какие-то здания и строения. В последнем из них, в 8-10-х годах, располагалась редакция знаменитого журнала «Сатирикон», возглавляемого писателем-сатириком Аркадием Аверченко. Ну, кто знаком с литературой, кто знает, кто такой Аверченко. Это сатирик знаменитый наш русский. С Аверченко и сатириконом сотрудничали многие известнейшие наши писатели-поэты. Алексей Толстой, Владимир Маяковский, Саша Черный. Но это такая была история этого здания до того времени, когда в 910 году этот участок земли выкупил известный на тот момент банкир Михаил Ипполитович Вавельберг, в честь которого и назван этот отель. И вот в 1910 году Вавельберг нанимает Перетятковича, который проектирует ему здание Санкт-Петербургского торгового банка. Здание было возведено в 1912 году, за которое Перетяткович и получил звание академика архитектуры. А Вавельберг получил хорошее здание под банк. И банк этот функционировал вплоть до 1917 года, до революции нашей великой пролетарской, когда к власти пришли пролетарии, которые, как вы знаете, очень любили крестьян и рабочих, но очень не любили банкиров и промышленников и предпринимателей. Поэтому Вавельбергу пришлось покинуть Россию по понятным всем причинам. И у здания началась другая, не банковская история. И в здании начали поселяться различные советские хозяйственные конторы с популярными на тот момент названиями. Помните собачье сердце Булгакова? Обырвалк. Помните собака это говорила? Обырвалк. Обырвалк. Обрата главрыба. Такие вот тут были такие названия у контор. Себзап. Госторг. Промкотел. Гипроцвет. Метобработка. Союз. Промакспорт. И тому подобное. Во время войны здесь располагался научно-исследовательский витаминный институт, который создавал и производил витамины для защитников города, которым, вы как знаете, есть-то нечего было, но хотя бы витаминами их поддерживали. Поэтому в этом здании был витаминный институт. С 60-х годов здесь разместилось знаменитое агентство аэрофлота, касса аэрофлота. Петербургцы до сих пор помнят, что здесь был аэрофлот. В 90-е годы часть помещений здесь занимал союз писателей Санкт-Петербурга. И какая связь этого отеля с рок-музыкой? А я вам скажу, в 2000-х годах вначале здесь располагался знаменитый Сайгон, который, видать, переехал из дома номер 49 по Невскому, здесь же проспекту. Сейчас там гостиница Ренессанс, и мы оттуда вам делали репортаж. Он переехал сюда. И вот уже в 2021 году, в буквальном смысле слова, в апреле этого года, здесь открыли отель Вавельберг. Я представляю, насколько это была сложная реконструкция. Почему сложная, я поясню. Потому что я строитель, и понимаю, насколько сложно отреставрировать здание, оставив полностью его исторический вид. А тут не просто создали исторический вид, сохранили полностью и наружный вид. И более того, здесь внутри воссоздали то, что было при Вавельберге. Вот этот прекрасный зал. Я понимаю, что это был когда-то зал операционный, скорее всего, банковский. Внизу, посмотрите. Ну, а сейчас это зал конференций. Прекрасный зал с хорошим пианино, видите, стоит. Ну, здесь можно проводить все, что угодно. Здесь экраны опускаются, все оснащено. Ну, и все создано, воссоздано именно в том ключе, которым было при Вавельберге. Для реставрации этого здания привлекались специалисты из Эрмитажа, которые здесь и отделку восстанавливали, и восстанавливали какие-то фрески. Что располагается рядом с отелем? Ну, понятно, что это самый центр Санкт-Петербурга. Но, тем не менее, напомню всем, здесь и Эрмитаж рядом, и Дворцовая площадь, и Адмиралтейство, и Исаакиевский собор, и Малая морская улица, где жил и Тургеневич, и Чайковский, и где располагалось первое музыкальное общество Санкт-Петербурга, еще то дореволюционное. Отделан отель по высшему классу. Это, опять-таки, грамотное и вдумчивое сочетание классического современного дизайна с историческими петербургскими мотивами, традициями, и, повторюсь, восстановлением того аутентичного внешнего и внутреннего вида, который был при Вавельберге. Отель на самом деле небольшой. В нем всего лишь 79 номеров. Но здесь нет стандартных номеров. Это отель экстра-класса. Это эксклюзив полный. Здесь есть номера только делюкс. 27 номеров люкс и несколько номеров исторических. Отделка всего отеля и номеров – это, ну, на мой взгляд, может быть, я неправа, но мне кажется так. Это такая Америка. 50-60-е годы, знаете, с красивыми шторами, с тюлью красивой, с красивыми люстрами. Но в том же самое время это простота. Вот эта американская экономичность, простота чувствуется. Но это не простота, не бедная простота. Это богатая простота. А исторические номера? Так там вообще воссоздана обстановка тех лет начала 20-го века. Один номер так и называется Вавельберг, где воссоздан номер. Его кабинет. Это два, будем говорить, таких зала, где можно позавтракать. Это ресторан главный, где проходят завтраки, которые с медиамультиактивным куполом, на котором всегда светит солнце, поют птички. Ну, там любая, может быть, с воссозданная картинка живая. Поэтому ощущение, что сидишь на свежем воздухе, сверху неба. Здесь, на вот этой анфиладе этого зала, одна часть ресторана главного. А это вторая, главная. Где и расположен шведский стол. Пойдем. Ну что, красавица. Как у вас? У нас все великолепно. И у вас, я смотрю, тоже все неплохо. Мы вот сегодня уже уезжаем, поэтому это у нас прощальный завтрак. Но вы возвращаетесь. Ну как нам от вас уйти? Ну такая красота, такой эксклюзив. А, Елена Ивановна, говорит, возвращайтесь. Обязательно, вы что? Такая вкуснятина. Спасибо вам огромное. Вот такой отель. Вот такой вот завтрак настоящий, эксклюзив. Все свежо. Хрустящая выпечка. Класс. Просто я наслаждался. А я повидал многое в этой жизни. Поверьте мне. Пойдемте на улыбку. Я готов набираться здоровья, уважаемые любители рок-музыки. И меня подо проведет прекрасная девчонка. Ух ты. Мы опять сюда пришли. Это мы. Мы идем забираться здоровья. Качаться на эту зале. Напоследок. Чтоб здоровья хоть... Уважаемые любители рок-музыки. Ну вы же знаете, что Волочук СД бывший спортсмен. И как рокер настоящий. Я должен быть здоровым и крепким. Поэтому мы записались здесь эксклюзивно. Записываешь я тебе час-два сколько хочешь. Выделяют Вернесс. Вот это вот тренажерный зал. Сейчас как начну качаться, будете знать потом, как не ходить на мой концерт. Видите, все есть. И все самое лучшее. Гляньте. С телеэкранчиками. С разными режимами. Все четко. Садишься и побежал. 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 Ну и вот это. Видите, это главное. Для любого рокера главное. Раз-два. 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 И на сцену зажигать. Уже силы много. Уже все. Уже не собьешься. А то вчера доедали на фестиваль. А там некоторые сбивались. Ну, можно фонтура подводила. Ну, останавливались. А когда ты накачанный, то твои мышцы тебя не подведут. Запомните это. Это сказал сам Волочек. А он разбирается. Решил пробежаться слегка после завтрака. Вы не против? Уважаемый любимый друг музыки. Чтобы Волочек пробежался. Не набрался сил. А, красота. А тут тебе показывают кино. Про вчерашний фестиваль. Лучше, чем в жизни. И это действительно так. Я подтверждаю. Бежишь себе. Красотише. Все видно. Кто что ест там. В победной зубе. Все видно. Сила. Сала-сила спорт-могила. Готовлюсь к Тур де Францу. Или Джиро де Италия. Там у меня как раз гастроли запланированы. Урок группы Волочек СД. Поэтому будем перемещаться там на велосипедах. На гоночных. А что делать? Куда деваться? Аппаратуру погрузим на автобусы. На огромные трейлеры. А сами на велосипедиках. По Италии. По побережью. И по лазурному берегу. По французскому. Прокатимся. Поэтому надо немного подкачаться. Вот так. Ножки привести в тонус. Уважаемый любитель ров музыки. Но в ваннойсе прекрасные туалеты. Тут не надо предлагать усилий. Потому что когда перекачаешься. Мышцы успухают. Тяжело потом пальцы сводить. Я тут только прикоснулся. И пошла жара. И что самое интересное. Видите? Салфеточки Вавельберг. Они бумажные. Но плотные как ткань. Прикольные. Прям как ткань. Красивые. Все эксклюзивно здесь. Все эксклюзивно. Брошу. Чтобы никто мои пищенки пальцем не снял. А то помните как Брежнев приехал первый раз в Америку. А все засекречено. Еду своего повара привезли. Все хорошо. А те хотели узнать состояние здоровья Леонида Ильича. Он уже еле ходил. Уже шмак. Уважаемые любители рок-музыки. Он так говорил. И поэтому хотели узнать. Дешел чему. И потом они взяли в канализации. Когда он ходил в туалет. Они вот это вот. Они не сливались в канализацию. Они это там специальная емка туда. И они взяли сделали анализ мочи и кала. И узнали состояние здоровья Леонида Ильича. Дорогого. Дорогого. Леонида Ильича. Вот такая хитрость была. Американская. Теперь мы и туалеты свои возим. Теперь мимо нас ничто не проскует. Ничего не узнает про наши секреты. Уважаемые любители рок-музыки. Тут потайная дверь. Понимаете? Михаил Ипполитович все продумал грамотно тогда в 1910 году вместе с Перетятковичем. Потайная дверь. Пойдемте. Это wellness. Уважаемые любители рок-музыки мы зашли в святая святых wellness-центр. Здесь сразу все располагает к расслаблению и релаксации. И вход в wellness-центр через раздевалки. Пойдем через женскую или через мужскую. Уважаемые любители рок-музыки кто что предпочитает? Мимо женщин пройти или мимо мужиков? Я пойду мимо прекрасных женщин. Городов нету. Пойдем. Вот. Раздевалочка. Видите? Со шкафчиками тут все хорошо. Смотрите. Халатики, тапочки. Наверное сеточки для волос. У того, кого есть. Мне допустим они не нужны эти вот эти шляпки вот эти. Потому что у меня прекрасная шинельера которую не надо прятать. Он насохнет на ходу. и когда ножки устали, когда ты перекачался, можно присесть? Пойдемте. Закрою только здесь. Чтоб никто не увидел у нас тут. Так, а глянем, что здесь. ё-моё. Душик. 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 Хороший. Хороший. Военно-морской. Мой любимый. С хорошим распылителем. Водички. Ну и зеркало. Как без него? Ну, чтобы посмотреть на себя какой-то красивый и накачанный после тренажерного зала. Ну, не отрази. Могу любоваться и любоваться с собой часами. Ага, вы как? Вы еще не научились любоваться волосчуком? Как он сам. Учитесь. Учитесь, пока не поздно. Зашли в сам велнес-центр. Все сразу готово. Первое, что надо сделать. Помните, да? Не забывайте, что надо обязательно смочить себе руки. Чтобы все было хорошо. И ну, парилочка, а? Как вам сауна? Ну, обратите внимание, произведение искусства. Парилка потрясающая. Ну, просто приятно сидеть и смотреть за окружающим миром. За стеклом, красота. Заходишь. А там красоте. Зайду, с вашего позволения. Я надеюсь, что у меня сильно ругаться не будут, что я в спортивной обуви. А ну? Я хочу температуру. Посмотри, хуй держат правильную или нет? Правильную держат. 80 градусов. Это то, что я всегда говорил. Что хороший парилок это 80-90. Ну, не 120. А то я помню, когда мы в юности тренировались, рядом с нами была сборная борцов, самбистов. А мы боксеры. И мы приходили туда, они там как раз кочегарят 120. Мы говорим, мужики, что вы делаете? Они так, да что, так это вес лучше идет. Да ничего подобного. Кожа сживается, она закрывается. А нужно, чтобы поры раскрылись. И ты тогда истекаешь потом. Поэтому 80-90 идеально. И потом джакузи. К сожалению, бассейна здесь нет. Но это и понятно, почему. Здание в исторической части города. И здесь такие масштабные реконструкции, как заглубление в землю. Там метро везде, всякие канализации, коммуникации. Это невозможно. Поэтому они все, что смогли, выжали. и вот этот вот джакузи. Комфортной водичкой из парилки вышел, занырнул. А если захотел охладиться, и здесь по выходу из парилочки лежит лед, который сыпется отсюда, как с неба. Охлажает. Хорошо. Ледиком-то. Во! Приятно, честно. Ледиком умылся. Класс. Хорошо. Очень грамотно сделано и очень эстетично, потому что я напоминаю всем людям, что красота спасет мир. Это Достоевский наш, Шедор Михайлович сказал. Я с ним абсолютно согласен и с этим согласен любой музыкант, который хочет создавать совершенство музыкальное, красоту, которая спасет нас всех. Идем дальше. Ощущение естественности природы за стеночкой. Это кварц. Это не пластмасска. Это кварцевое такое стекло специальное, красивое, с примесью других каких-то минералов. Здесь такая красота. Смальба красивая. Хорошо. Стильно. Опять возвращаюсь к стильности, уважаемые любители рок-музыки. Не забывайте об этом, что существуют критерии стиля. Вот я вчера смотрел этот «Лучше, чем в жизни» фестиваль. Ребята, один из критериев рок-музыки – это рифовая музыка, синкопированная. А если без ярко выраженного рифа, то ты уходишь от одного из основных критериев рок-музыки. Извините, ребята, но многие из вас так и делали. Вот это вот, бренчали, меняли аккорды один за другим и думали, что можно вокальной партии вытянуть в красоту. Нет, красота в соблюдении стилистики, в четкой. Я много рассказывал, сейчас не буду повторяться. Это то, что научились делать рваные рифы хэви-металлисты. Прекрасные делают рифы новой формации, нового вида. Класс. Вот здесь стильный туалет. Вот так бы я сказал. И здесь очень стильно, особенно восхищает эта парилка. Класс. У меня дача есть в Южной Одессе. Там тоже у нас стеклянная парилка, но не такого масштаба. Возле бассейна. Сидишь и смотришь на природу. Пойдем уважаемый любитель рук музыки. Но если ты уже устал, утомился от всякого велнеса, от парилки, от льда, от джакузи, то ты можешь присесть и посидеть. Вот так вот руки раскинух и ножки. И на что я хочу обратить ваше внимание. Что здесь сделано очень грамотно. Потому что это не кожа, а это специальная такая материя. Она вроде бы и влагу не пропускает, не намокает. И в то же самое время это не кожа, которая просто неприятная, когда ты с мокрым телом на кожу сел. Это материя специальная. Она не прилипает к коже. Очень удобно, очень хорошо. И напоминаю всем Эммануила нашего Канта, который из Калининграда. На крайний случай напоминаю всем. Это раньше он назывался Кенигсберг, а сейчас Калининград, который говорил меня всегда удивляют две вещи. Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. Думаю, что любого нормального человека это удивляет. заставляет задуматься о вечном и прекрасном. Потому что действительно от того, какой внутри наш нравственный мир зависит то, что мы будем создавать. Как музыканты, как поэты, как литераторы, как скульпторы. Потому что мы себя проявляем в этих произведениях своих. Красота! Вот так! Уважаемые любители рок-музыки, а знаете в чем еще эксклюзивность этого отеля? Вот как вы думаете, что кто-то посмотрит и скажет да это какая-то фигня стоит. А я вам скажу, это скульптура самого Дашина Мдакова. А кто это такой? Я вам вкратце расскажу. Это наш знаменитый скульптор Бурятский. Казалось бы, человек из далекой Бурятии, рядом с Монголией. Что он может такого хорошего создать? Так вот, его знают во всем мире. И если в фойе стоит скульптура, то это говорит о классе отеля. Я первый раз его скульптуру увидел в Лондоне еще в 2012 году, когда мы проезжали с гидом опытным, и я смотрю, стоит фигура потрясающая своей красотой. А это Чингисхам. Я просто был заворожен. Я стоял и говорю, кто это гиду? Кто сделал такую красоту? Там такая мощь, такая энергетика от этой статуи на коне сидит Чингисхам. А гид говорит, я не знаю, это новое, не знаю, что это такое. А это воздвигает парка прям. И потом я узнаю, что это наш оказывается бурят. А почему он Чингисхана поставил? Оказывается, руководство Лондона попросило его поставить, потому что он уже был известен на весь мир. Почему Чингисхана? Да потому что буряты себя считают наследниками Чингисхана. И поэтому эта скульптура потрясающая. И когда я увидел здесь его скульптуру, то я понял, этот отель экстра класса. Константин, пойдемте покажите вторую. Тут не одна скульптура, тут их две, а это уже очень много, это уже почти коллекция. Согласны или нет? Вот, люди не дадутся врать. Елена Ивановна, уважаемый любитель рок-музыки. Тут люди разбираются, тут специалисты. Так, уважаемые любители рок-музыки, вот эта скульптура называется Хранительница. Но обратите внимание, какая красота, какая мощь. Ну класс. Я честно не видел ее раньше. Фотографии. Глаз. Хотя нам сказали, что это оказывается копия. Оригинал стоит в каком-то европейском музее. Правильно? А так. Это я к тому, что не просто так заполучить скульптуру. Нам докова свой интерьер. Вот в такой гостинице мы побывали. Уважаемые любители рок-музыки, вы теперь поняли, какой райдер должен быть у настоящей рок-звезды? Вот такой отель, вот такого класса, с люксовыми номерами. Надо музыку поднимать, уровень нашей русской рок-музыки, чтобы мы наслаждались этой красотой, вдохновлялись ею. Вот что делать надо. Ну, это мое мнение, может, у кого-то другое. А у многих другое, которые презирают богатство всякие, считают, что они демократы. Ханжество это, ребята, потому что все вы стремитесь к славе и богатству. Поэтому будьте честными перед своими собой. Давайте стремиться к красоте и богатству. Ну, и вот это такая интерактивная панель, такой телевизор, на котором можно вывести любой рисунок. Сейчас мы видим Вавельберг и чемпионат Европы. Шарик. А это знак гостиницы Вавельберг. Вот он на полу тоже. Ну, и повторюсь, здесь восстановлены, реставрированы те аутентичные, те исторические люстры и фрески вот эти сверху. Уважаемый любитель музыки, я прям чувствую, что сочиню какой-то шедевр, напитавшись вот этой красотой. И напоминаю, вот казалось бы, лестница, сугубо практичное такое вот инженерное строение, штука, чтобы подняться наверх, а можно сделать произведение искусства. Вот так, вот подход. Поэтому давайте ко всему, к чему мы прикасаемся, мы должны перерабатывать, выдавать людям произведение искусства. И вчера на фестивалях некоторые ребята это и делали. Мне это понравилось. уважаемые любители рок-музыки, но я сверху вам его показал, а теперь нас спустили сюда вниз. А тут смотрите, рояльчик стоит, там пианинка, все есть. Красота, красота. Это был операционный зал русского торгового банка Михаила Вавельберга. Люди заходили сюда и проводили операции, потом называется операционный. это хорошее кресло, чтобы отдохнуть после того, как ты сдал мешок денег на хранение в банк Михаила Вавельберга. Уважаемый любитель рок-музыки, а вы должны деньги везти на концерты Волочук КСД. Они осенью начинаются, турне у нас. А как вы хотели? Будем дарить людям радость. Уважаемые рокеры, вот сколько надо денег зарабатывать, чтобы за такими воротами, чтобы не помещались, чтобы откручивать замки всякие, чтобы враг не прорвался, не отняли у нас ничего. Вот как надо зарабатывать деньги, и мы так и будем делать. Призываю всех вас, рокеры. И справа фрагмент за решетками держать надо, вот тут, чтобы никто не мог проскочить, чтобы мы становились богатыми, как Пол Маккартни, 1 миллиард 200 миллионов, напоминаю состояние. Уверен, у него дома вот такая вот дверца стоит, все таким вот рулевым колесиком, а может быть даже и посовременнее что-нибудь, знаете, миллиард 200, это не шутки вам, это не один грузовичок. Уважаемые любители рок-музыки, а вы говорите, что это не рокерское место. Тут не один рояль, тут их два, один черный, другой белый, черное и белое. Помните у Майгла Джексона Black or White и там великолепная Наоми Кэмпбелл, видите, White, а там Black подемляет, а тут Black, но я играть не буду, уж извините, я просто берегу силы и энергию для тура будущего, не буду распыляться тут. Константин, можно я не буду играть сегодня? Нет, разрешаю, может не играть сегодня. Спасибо вам. Но для вас я сыграю, ждите, уважаемые любители рок-музыки, особенно мои хейтеры и хэви-метал, поп-сарепа, шансончики, ждите, будем играть скоро. Уважаемые любители рок-музыки, ну а это вид с первого этажа на Невский, на угол, вернее, вот эта морская улица идет, а вот там Невский, видите, и здесь на углу все время поют какие-то музыканты, вот даже сейчас. В этом отеле есть два ресторана, ресторан Атрио, в котором проходят завтраки, основной ресторан, который расположен на втором этаже отеля, весь отель подчинен вот этому соединению вот этого американского стиля, дорогого стиля, повторюсь, отельного стиля дорогого, с этими хорошими шторами, с занавесками, с люстрами, красота, и то же самое время простота вот этих столов, кресел, кажущаяся простота, на самом деле это все дизайнерские вещи очень красивые. И второй такой панорамный бар есть, расположенный на котором на шестом этаже, с прекрасным видом на Санкт-Петербург, там та же самая история, там тот же дизайн, сочетание вот этого модерна, американского простоты, вот этой богатой простоты, и совершенство стилистическое, так бы я сказал. Везде и везде очень вкусно, очень прекрасный ресторан, очень прекрасная еда, обслуживание, ну все классно, классно, это реально отель высшего класса. Панорамный этот бар на шестом этаже работает до двух часов ночи, рум-сервис с обслуживанием номеров работает круглые сутки, но сам бар, где можно посидеть, работает до двух часов ночи, и там только холодные закуски, различные закуски, поэтому можно приятно выпить, посидеть, кофейку заказать, чаю, водички, и нормально завершить свой день, туристический или деловой, там приятно. Ну вот он, панорамик бар на шестом этаже, видите, здесь приглашают до двух часов ночи с четырех, такая вот красота там открывается. Уважаемый любитель рок-музыки, я вам расскажу еще одну особенность, подчеркивающую класс отеля, ну я начну издали, что буквально с недавних пор у нас в стране при строительстве, при любом, начали думать о людях с ограниченными возможностями, ну или по старым об инвалидах. Поэтому сейчас при проектировании любого здания и получении разрешения на строительство обязательно должны быть предусмотрены возможности людям с ограниченными возможностями подойти, зайти, подняться по лестнице, подняться в лифте. Но такое не везде сделают. Вот это вот специальный такой фуникулер, на который спускается он, канализированная коляска, заезжает и он поднимает его сюда, к лифту. И здесь специальные лифты для людей с ограниченными возможностями. Вот это еще раз говорит о классе отеля, еще раз. Согласитесь, что мало где можно такое увидеть. В отеле также имеется собственный концертный зал Вавельберг холл, в котором говорят, что идет постановка оперы. Третья карта по мотивам повести Пушкина «Пиковая дама». Вот здесь такое, знаете, элитарное такие произведения, видать, собрались показывать, чтобы это передавало. Дух отеля еще раз подчеркивало. В отеле есть и целая бизнес-зона, где можно проводить различные конференции, собрания, заседания и просто место встречи деловых партнеров. Для этого есть и переговорные различные комнаты. Вот видите, здесь написано «Березовый кабинет». Там прекрасный действительно кабинет, отделанный березой. Мы просто сейчас в то войти не можем, там как раз идет деловая встреча. Вот такого уровня здесь бизнес-зона. Ну и мы вам показывали большой операционный зал, где можно проводить конференции. Вот вкратце об этом отеле я рассказал вам вкратце все. Ну, все невозможно рассказать, история богатейшая, но то, что я увидел, я вам рассказал. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории в обесцензуры, расскажет рокер Валащук. Валащу, Валащу, Валащу.